видео еще не началось я уже начинаю плакать господи сентиментальность в эту беременность это просто что-то невероятное я это говорю я сейчас это скажу это правда я беременна у нас будут погодки получается я мне кажется знаете я просто сейчас это все вам говорю и честно у меня внутри я не могу вам передать бурю эмоций которые я испытываю потому что это невероятное счастье шок какой-то потому что когда это все внутри семьи ты как-то это все переживаешь так тихо спокойно когда ты понимаешь что все вы сейчас я говорю я это произношу вслух я я беременна у нас будет второй ребенок я знаю что у вас много вопросов и я готова прямо сегодня все рассказать как это было как мы узнали наша реакция планировали не планировали очень классно и уютно и интересное будет видео и я счастлива делиться с вами вот такой вот нашей радостью разделите я с вами поэтому поэтому вот смотрите это наше узи это первое наше узи где маленькая точечка где толком ничего не видно но она есть такая мусенькая мусенькая а это очередной тест который я решила сделать и как бы я решила его сделать особо ни на что не рассчитывая но вот вы можете заметить здесь бледная полосочка вау 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 сколько есть рассказать как я счастлива наконец таки давайте начнем планировали ли мы вторую беременность планировали ли мы погода скажу так когда саймону было 6 месяцев был у нас такой знаете волшебный вечер я его называю именно так потому что именно в тот момент кажется что все в нашей жизни изменилось когда рождается первый ребенок конечно ты очень заземляешься ты в шоке у тебя куча эмоций думаешь боже а когда я рожу следующий раз куча куча разных эмоций конечно же тебя накрывает потому что ты впервые с этим сталкиваешься ты не знаешь что это такое и конечно первое время это непросто быть мамой в принципе это непросто а тут мы лежали и когда вообще сэм только родился я помню как мы обсуждали с валерой что как быть прикольно когда он начнет ползать когда он будет нас целовать ползать по нам и вот как раз таки в эту ночь когда ему было 6 месяцев он был за у нас уже в это время и он не мог уснуть и он все время смеялся он как раз только-только вот этот вот детский смех у нас в доме появился он так громко смеялась ползал по нам и целовал на своем детском и в этот момент у меня внутри прям все перевернулось и я подумала что боже как стало просто совершенно значительно проще чем как было раньше и валера я видела в глазах то же самое на следующее утро он ко мне подходит и говорит лера знаешь я решил что я готов ко второму малышу я был бы счастлив когда ты будешь готова воплотить это в реальность я не знаю как у вас мне кажется что в принципе для девушки самое важное это чувствовать уверенность в своем мужчине и вот когда я услышал эти слова мои мысли о том что там не тревожно мне волнительно и так далее они меня просто вот ну так скажем унесли потому что когда ты видишь какой у тебя мужчина и когда ты понимаешь что он не просто это говорит а что на деле показывает он действительно не за лучше отца для своего ребенка я не могу представить это действительно так и когда ты видишь что человек мой мужчина это твоя опора и он готов взять на себя еще одну ответственность конечно ты готов будешь с ним разделить эту радость но в 6 месяцев я конечно же чувствовала что мой организм к этому не готов и я понимала что сам еще к этому не готов то есть в общем это было не время я пообещала что как раз таки к примерно году саймона я начну проходила все различные узи сдавать анализы так далее чтобы постепенно начать готовиться нашему второму чуду так скажем ну и вот наступает момент когда я думаю ну так плюс минус время подходит как раз таки можно начать сдавать анализы посмотреть что там у меня и как я пошла на узи малого таза мне сказали что все супер идеально и что прям у меня вот организм как был до так вот сейчас он после как было до что в общем все органы в отличном состоянии по анализам мне тоже все было хорошо я сдавала их еще после нового года если вы помните проект не просто мама там у меня вообще были развернутые все анализы у меня по ним все было супер конечно же я пошла смотреть кишечник потому что у меня были с ним проблемы в прошлую беременность и мне тоже сказали что все супер ну и последний врач которому я пошла это конечно же был гинеколог я пошла гинеколога она тоже посмотрела сказал в принципе все хорошо и ты готова если что просто узнаете что ты если что готова мы думали что мы начнем а там дальше ну плюс-минус наверное к сентябрю у нас что это получится а получилось так что получилось с первого раза и для меня это был шок именно по той простой причине что с сэмом у нас вы знаете несколько месяцев вообще ничего не получалось очень долгое время и казалось что это никогда не кончится а тут первого раза что и там еще такой был ну небольшой процент знаете когда я делала тест это тоже еще одна очень забавная история я даже не засняла свою реакцию то есть насколько я была просто в такой вот какой-то непонятной эмоции шок неожиданность счастье мне просто не верилось что это может быть вот так вот реально с первого раза чтобы все классно получилось сначала первые признаки они вообще фактически ничем не отличались от первой беременности я часто ходила в туалет меня супер осыпала прищами особенно грудь спину я сначала не понимала что происходит думал последний раз меня так осыпало когда вот я забеременела и потом во мне что-то я не знаю материнский инстинкт какой-то проснулся когда я была в зале и тягала 25 килограмм как раз таки на своем тазе я ну я думаю что вы знаете что такое мостик ягодичный ягодичный вот и у меня были по бокам блины 25 килограмм и я начинаю подниматься и думаю блин а не беременна ли я случайно а у меня был всего лишь третий день задержки и на третий день задержки я делаю тест умываясь утро смотрю одна полоска откладываю это вот этот вот тест как обычно я купила знаете такой самый дешевый тест думаю ну как бы вероятность небольшая чувствовала я в принципе себя хорошо мне не тошнило ничего такого и тут я сделала смотрю одна полоска отложила его чищу зубы все думаю сейчас все выброшу и присматриваюсь вот так вот и думаю так что-то как-то это похоже на вторую полоску а там знаете такая бледно-бледно-бледно розовая полоска я думаю да ну пошла на кухню а к нам приехал валерин папа и он у нас завтракал как раз таки и ну мы в принципе собирались на завтра я сажусь и думаю лера а почему ты не сделала второй тест я встаю это просто реально у меня такой типа ступор в смысле стоп как уже как будто бы знаете до этого мы об этом вообще не разговаривали и я не проходила всех врачей ну в общем как оно бывает мне кажется с любой беременностью даже когда уже десятый раз ты узнаешь наверно что ты беременна ты такая а реально получается я возвращаюсь опять делаю тест и смотрю через некоторое время появляется бледно-бледно розовая полоска мозг у меня просто взрывается столько эмоций конечно же глаза наполняются слезами счастье естественно и конечно же я думаю как сказать валерий в тот раз это было просто смотри тест ну конечно же я тот человек который супер нетерпеливый мне нужно сразу же рассказать потому что ну по-другому совершенно никак и я решаю загуглить как можно интересно рассказать быстро мужу о том что я беременна и очень прикольно я нашла такую фишку я не знаю возьмите себе на заметку если вам понравится тоже сделайте потому что это реально супер неожиданно и супер классно я в его телефоне переименовала себя вместо там жена аист сказала валерия что мне нужно на тренировку попросила его меня подвести как раз таки папа был классно дома и он сидел с сэмом ну все мы заходим на паркинг получается садимся в машину а я в этот момент сижу со своим телефоном и жду выжидаю моменты чтобы написать ему сообщение в этот момент когда мы выезжаем с паркинга я говорю а давай включим песню когда мы ехали вот в роддом получается рожать сэма вы знаете что у меня были рода запланированные я включила тогда песню и прямо с ней ехали у меня на супер ассоциируется вообще в принципе с рождением сайма называется на плюс один маригу не знаю насколько вы ее знаете но она реально супер классный она отображает такой легкий так скажем вайб как это модно сейчас говорить мы ее включаем надеюсь мне за это не поставит авторское право я не знаю ну ладно не судя я беру телефон и судорожно начинаю строчить сообщение о том что жди аист уже в пути встретимся через девять месяцев и отправляем у это сообщение реакция валеры это просто что-то с чем-то я обожаю его за его настоящие искренние эмоции поэтому пожалуйста приятного просмотра а а а и а а а и а а а я прочел я прочел ты не шутишь покажи покажи это твои звезды нечего мне делать сейчас ахереть это не правда нет это правда а у меня была уверенность в этом я не удивляюсь что у тебя было не удивляюсь что я этого даже хотела Не, я типа прямо знаю, что у нас почему-то внутренняя уверенность была. Ёблин! Просто что? Ты понимаешь? Ну да, вот сейчас я это гораздо лучше от создаю, нежели в первый раз. Это просто нужно было видеть, как я делала тест. Я такая... Да, я была в шоке, я просто такая делала тест. И сначала показалось вот четко первая полоса, и я такая... Ну все, типа, ок. Видите, это так классно. Просто у меня штуки трясутся, что? Офигеть, просто вы видите это? Ну что, это было классно, это было супер круто. Я рада, что у нас такое видео получилось. Вы видите вообще, в принципе, меня, мое состояние, мой шок, если честно. А, это было реально круто. Конечно, если Валера не выдержал, мы сразу же рассказали папе. Тоже рассказали, интересно, это я вам покажу в видео про первые три места. Блин, жалко, у меня сейчас, кстати, не видно, ну, в платье живота, потому что оно достаточно пышное. Я в своем инстаграме, в сторис, как раз-таки сегодня вышла и показала вам на животе, как он выглядит в водике. Это, боже, это на самом-то деле два разных живота, и мне очень интересно, кто у нас будет второй. Ой, потому что нам уже дали бумажку. Ой, господи, столько всего интересного, мне, знаете, мысль за мыслью, так хочется все постепенно классно рассказать. Ну вот, просто я знаю, что в том видео, в первом своем, я показала сразу живот, и тут я надела такое пышненькое пальчико, и поэтому, кстати-ка, от нашего бренда. Ну, если что, в бодике как раз-таки я покажусь вам в сторис с животиком. Первый триместр, конечно, прошел очень интересно, будет видео о нем, но скажу так, что токсикоз у меня был, он отличался от той беременности. В принципе, много чего отличительного есть, как минимум то, что у меня в эту беременность какая-то невероятная тревожность, это просто столько смешных было ситуаций, связанных с моей тревожностью. Я тоже вам расскажу это все уже в следующем отдельном видео. Это было прям супер забавно, и мы посмеемся вместе с вами. Но, конечно, сейчас я значительно сентиментальней, очень внимательна к Саймону, возможно, как раз-таки потому, что я сейчас уже мама. И, боже, я стану мамой во второй раз. У меня каждый раз, когда я думаю, у меня просто глаза наполняются слезами. Пожалуйста, Лера, не плачь, потому что я очень долго делала этот макияж, я не хотела плакать, но... Самое прикольное, как вы думаете, когда я узнала? Это достаточно миленько и символично получилось. Какой это был день, это был необычный день. Напишите под вот этим вот моим постом в Инстаграме, и я решила, что я тому, кто первый угадает, даже подарю от себя очень миленький, классненький бокс со всякими масочками, скрабами, со всеми моими любимыми средствами уходовыми. Обязательно пишите, оставляйте цифры, потому что просто классно, интересно узнать. И мне хочется как-то с вами разделить эту радость и сделать вам тоже приятно. Если честно, в голове очень много вопросов, как это, где эти погодки. Ну, это плюс-минус погодки, я тоже конкретно не знаю, потом тоже мы в Инстаграме с вами об этом поговорим. Такая интересная тема, потому что спорный такой момент получается, но тем не менее. Это же, блин, это же просто два ребенка. Я говорю, Валера, теперь мы точно с тобой будем неразлучены, потому что как мы одни останемся с двумя детьми, этот на груди, второй захочет какать, писать. Знаете, в моей жизни самая главная ценность, это всегда была семья. И я рада, что сейчас я нахожусь в максимальной гармонии с собой и с тем, что у нас есть. Честно, очень волнительно. На самом-то деле мы не получили пока что анализы по крови, как раз-таки, которые я сдавала во время скрининга. Скрининг первый у нас уже был, а анализы идут в течение недели. И вот-вот мы должны их получить. Я тоже очень сильно переживаю. Вы знаете, что вообще мне кажется, что для каждой мамы первый скрининг это самое волнительное, потому что там как раз-таки делают анализы на все возможные патологии, которые возможны. Конечно же, просто я помню, как это было в первый раз у меня, потому что вы помните, что у меня была ветрянка, я так сильно переживала. Сейчас все равно тоже есть переживания. Я на момент скрининга вообще не спала. С 5 утра я уже начала собираться, у меня был скрининг 8.30. Я очень сильно переживала, потому что до этого я очень долго не видела как раз-таки нашего пупса. Я вот послушала его сердечко, он был совсем малюсенький, прям малюсенький-малюсенький. Еще интересно, знаете, когда я пришла-то на УЗИ, когда я узнала про то, что я беременна, это был третий день задержки, это было супер забавно, потому что я говорю, я вот Валерия все рассказала, это получается, и я такая говорю, подожди, не радуйся раньше времени, а вдруг это неправда? Давай поедем еще за одним тестом. Мы, короче, поехали еще за тестами, уже за электронными. Я сделала этих несколько тестов, и вы не представляете, как он долго показывал, что я беременна. Там 2-3 недели, прям я минут 5 ждала. В первую беременность он мне прям сразу же показал. А тут я прям уже, мы едем в машине, говорю, Валера, он не показывает ничего. Просто пустой экран, а потом раз, и беременна. Потом раз, и 2-3 недели, я думаю. Потом прихожу на УЗИ, меня смотрят как раз-таки вот это вот УЗИ, и говорят, ну, не факт, что вы беременны. Я такая, в смысле не факт, все признаки налицо. Мне говорят, ну, а вдруг у вас просто задержка, и все. Потому что здесь маленькая точечка, и я толком даже не видно. У вас всего лишь третий день задержки. Я такая, блин, ну, что-то загналась. А потом, думаю, с дамкой я просто на Хагаче. Я сдала тест на Хагаче, и в этот момент у нас как раз был перелет в Сочи. Я сдаю кровь на Хагаче, и потом повторно сдаю его уже в Сочи. И, конечно же, вижу, что там супер большой прирост. Значит, все супер круто, классно. Ой, ну как меня просто тошнило в Сочи, вы не представляете. Мы ехали по пути в аэропорт, оставалось 2 минуты. Вот мы уже подъезжали, и я просто, выпустите меня, выпустите, я выбежала. Боже мой, как долго я там стояла, как меня тошнило. Вы даже не можете представить, хорошо, что вас там не было, при том, что я даже ничего не ела. Меня очень сильно укачивало весь первый триместр в машинах. Нереально, я просто не могла в них ехать. Я думала, боже, когда это закончится? Потому что мне было очень-очень-очень сильно плохо. Конечно, у меня вот эта вот вторая беременность, что в первую беременность, мне резко захотелось длинные волосы, крутиться, надевать платьички, быть супер женственной. Убрать все свои спортивные костюмы, носить только все легкое, и леди, и все вот такое вот. Вот то же самое сейчас у меня происходит, то, что было тогда. И я думаю, боже, нам нужно срочно поменять с вами мой гардероб, все вообще убрать в дальний ящик, то, что у меня сейчас есть. И хочу все полностью обновить, купить все новое. Вот такое вот у меня интересное настроение. Не знаю, как Валера отреагирует на это настроение, но оно у меня есть. Страшно ли мне, волнуюсь ли я, однозначно я переживаю. Потому что все-таки это огромнейшая ответственность. И одно дело сказать, что, о, да, классно, там у нас будет много детей, а другое дело на деле, когда они действительно есть. Я уверена, что это совсем другое, потому что у меня уже есть сравнение представления и ожидания того, когда у тебя нету ребенка и уже есть ребенок. Поэтому я готова к этой ответственности. Я думаю, что я неплохая мама. По крайней мере, я стараюсь быть хорошей мамой для своего ребенка. Да, будет непросто. Я это понимаю. Иногда меня накрывает. Я думаю, а как, а как, а как, а как? Но у меня замечательный муж, и от него просто невероятная поддержка. Это действительно такой хороший спутник по жизни. Миллион благодарностей. Даже не передать словами, насколько я счастлива, что рядом есть такое плечо, есть такая опора. И что мы вместе, у нас очень командная работа. И что мы всегда друг друга поддержим. Вы знаете, я вам все это сказала. Сижу и думаю, неужели все? Неужели теперь вы будете все это видеть вместе со мной? Тренироваться вместе со мной беременяшкой? Видеть мое пудико? Оно вообще сейчас такое милашное, господи. Ааа, мы снова будем с вами переживать все эти процессы. Мне нет слов. Мне не верится. Я однозначно очень счастлива. И я хочу, чтобы каждая женщина, конечно же, испытала это счастье, если он действительно этого хочет. Чтобы она получила вот этот вот новый глоток свежего воздуха. И на самом-то деле роды, вообще беременность и рождение ребенка открывает в женщине совершенно новую силу. Я счастлива, что душа Сэма выбрала нашу семью. Душа нашего второго малыша выбрала нашу семью. Мы пока не знаем, кто там. У меня есть предположение. На самом-то деле до УЗИ я была уверена, что у нас будет девочка. А потом на УЗИ мне сказали, 98%! Я предполагаю, кто это? Ну, дождитесь второго УЗИ. И вот знаете, вот эти вот 98% я уверена, немножечко меня ввели в такую смуту. Не знаю. Ну, в общем, суть в том, что я хочу сделать классный гендер-пати на природе. Все это ярко, классно, красиво. Разделить эти все яркие эмоции с нашими близкими, друзьями, родными. И, конечно же, с вами. Впереди нас с вами ждет увлекательное путешествие. И я буду разделять с вами все. И радость, и горесть. И я счастлива, что у меня есть такая огромнейшая аудитория, с которой я могу делиться. Действительно, таким счастьем хочется делиться. Вот не всегда. Конечно, бывает вот первый, на самом-то деле, триместр. Мне вообще хотелось это все вот так вот сохранить у себя. И как бы держать это все сокровенное вот так вот внутри себя. Но вот в какой-то момент, уже ближе к первому скринингу, я почувствовала, что я готова. Я готова открыться вам и готова вам рассказать. И я, кстати, не знаю как, но вы это чувствуете. Потому что у меня столько сообщений за последнюю неделю пришло, что, Лера, у тебя так изменилось лицо. Ты случайно не беременна? Я не знаю, как это работает, но это действительно так. Мне очень многие, которые меня даже люди встречают, говорят, что это поменялось у тебя в лице. В общем, наступает новая эра на моем канале. У нашего Сэмика скоро будет братик или сестричка. У нас в семье будет двое малышей. Я благодарна вам за поддержку. Я знаю, что вы будете писать поздравления. Спасибо, спасибо, спасибо вам еще раз. И я, опять же, посылаю лучи добра и солнце, свою вот эту вот сильную энергию материнскую для тех, кто тоже хочет стать мамами. Просто все мои лучи добра вам. Я надеюсь, что у вас тоже все получится легко и непринужденно и с огромнейшим желанием. Что ж, если вы первый раз на моем канале, то не забывайте подписываться, потому что здесь много чего интересного, уютного, домашнего и атмосферного. Ну а я благодарна вам за просмотр этого видео. И до скорой встречи. До следующих очень суперинтересных эмоциональных видео, потому что там реакция родителей, это вообще трэш. Ладно, все, всех обнимаю. И пока-пока.